Всем привет! Решил записать обзорчик на Honda Elite У меня их как раз две штуки 20 и 48 Вот, соответственно была мысль такая, сделать потом обзор что же лучше, что хуже Вот, у меня два экземпляра можно сказать, полный сток 48 вообще в стоке ничего вообще тут не менялось, все как с завода А у 20 лиды стоит задний амортизатор уже не родной, китайский какой-то все остальное вроде в стоке, а нет, еще это свет я поменял то есть свет уже не столько у меня стоит LED лампы стоит преобразовательно по стоянку соответственно свет поменял я, стало хуже лучше это отдельный вопрос, но мне нравится LED больше Так, итак, что тут можно сказать между ними 10 лет разницы 20-я у нас белая лида 92-го года выпуска а 48-я 2002-го то есть ровно 10 лет эволюции Honda, так сказать по модели Honda Elite ну дизайн у них как раз соответствует духу того времени тут явно прослеживается а-ля 90-е более такие квадратные формы ну дизайн как бы на любителя вот если посмотреть на них вот так, четко видно ну как бы что прослеживается как бы наследственность все-таки они сохранили ну как бы внешний вид, так сказать ну дух лида то есть просматривается вот по переду что и та, и та Elite модель как бы сразу узнается в ней да, у 48-й уже дизайн как бы более гладкий стал в духе двухтысячных, так сказать вот более-менее они вот уже скруглили так это сказать закруглили залезали ну дизайн дело специфическое у каждого на вкус и цвет фломастеры разные вот если честно мне даже больше нравится 20-я по дизайну так как видимо я вырос в 90-х мне это как-то больше по душе вот ну некоторые моменты у новой лиды у 48-й тоже пошли на пользу например та же приборка здесь уже дизайн гораздо приятнее такой чем у 20-й 20-й уже конечно такой какой-то совсем старинный дизайн ну в принципе все сделано лаконично все четко видно читается хорошо удобно вот ну а здесь уже вот такой дизайн лучше хуже ну пусть приятнее вроде как смотрится получше в задней части уже мне больше нравится 48-я или да как-то у нее жопка поприятнее скажем так вот еще дизайн дисков у 48-й тоже мне больше нравится все-таки тут уже такие колесики попродумяней смотрятся они приятнее гораздо вот и такое ощущение что по качеству дисков они их сделали и дизайн другой и усилили их потому что как бы у 20-й лиды есть проблема с тем что диск гнется вот у меня у самого с этим проблема задний диск погнут с 8-кой я его пытался уже править чуть-чуть стало получше но все равно 8-очка осталась небольшая ну да кучек дизайна я думаю стоит еще отметить то что ну вот сохранили они багажник тут алюминиевый такой же как и у 20-й лиды все ручка есть вот это все удобно причем они сделали его еще даже шире уже тут вообще время такое массивное все цивильное тоже в этом плане 48-ая хонда лучше здесь багажник пожиже но все равно он большой достаточно я правда еще не возил на них еще ни разу не приходилось так сказать вот дальше по багажным отделениям у 20-й лиды вот здесь отсек у нас соответственно под седлом отсек здесь еще все по старинке открывается ключиком и отсек здесь такой большой внушительный единственное что он такой кривой весь потому что двигатель вертикалка там уже горизонталка сейчас покажу там отсек вот и здесь он большой такой конечно объемный но кривой весь если что-то кладешь сюда и оно сюда лежит как-то так криво вот 48-й же лиды сейчас покажу ну во-первых вот этот отсек они тут его тоже сохранили но здесь он уже поменьше я бы сказал но есть тоже я особо им не пользовался ни разу ну сюда можно бросить всякие там перчатки тряпочку там не знаю салфетки там такие вещи еще он тут класс кстати да сказал что тут все оригинально вот как раз крышка это не оригинально здесь явно снижает ценность данной экземпляра хонды скажем так так здесь отсек уже вот такой дно у него плоское но объем у него поменьше то есть шлем сюда конечно влазит но уже с трудом так в прикиручку вот так надо прям туда прижимать хорошенько чтобы он влез туда ну зато ровный пол плоский в какой-то степени это плюс можно сюда что-то ложить такое квадратное плоское уже удобнее хорошо залазит в этом плюс некий бонус скажем так так дальше что еще по дизайну можно отметить отличаются зеркала здесь зеркала такие большие размашистые в результате обзорность не гораздо лучше здесь они стоят уже и они меньше сами зеркала имеют такую можно сказать плоские стеклышки практически не выражено у них так сказать расширение угла здесь уже такой обзор более широкий и в эти зеркала обзорность гораздо лучше чем на двадцатке так это по отличиям что еще у нас по отличиям так ну а дальше уже конструктивные пошли изменения доработки здесь у нас по свету скажем давайте сейчас пройдемся здесь у нас свет раздвоенный две лампочки с завода стоит здесь одна и здесь если здесь обычная лампочка с завода идут то здесь идет галогенка уже вот и свет тут однозначно лучше то есть сорок восьмая в этом плане переплевывает двадцатку у нас свет здесь однозначно лучше никаких проблем не доставляет то есть если здесь лучше заморачиваться ну то есть родной свет явно тусклый он вообще ни черта не освещает можем так сказать в общем так на двоечку здесь твердая четверка может даже четыре с плюсом конечно день она не включает но светит хорошо ярко все видно прекрасно вот и вопросов не вызывает по свету ну поворотники тут и там нормальные вопросов нету все моргает все четко все видно так следующее отличие у нас следующее отличие это передняя подвеска здесь здесь вот такая интересная рычажная подвеска они сделали по-моему это а нет еще на такте у нас такая такого рода подвеска но там она попримитивнее здесь они вообще заморочились она тут многорычажная целая вот такая наклеечка тут есть написано TLAB Trinking Link and Antidive Sub какой-то вообще хрен как это заслонно переводится ну то есть антиклевковая система здесь сделана то есть когда оттормаживаешься передним тормозом мопед не клюет то есть он просто ровно оттормаживается вы даже вообще не замечаете этого клевка никак вот но при этом за счет того что вот такая вилка рычажная она меняет характер рулежки этого мопеда вот я когда первый раз на нем прокатился прям сразу это заметил и если сейчас он пересаживается с 48 на 20 то это тоже четко сразу бросается что она имеет как бы такую дополнительную подруливание то есть когда ее начинаешь наклонить поворот руль сам как бы заклоняет начинает клониться быстрее чем требуется то есть надо ее прям придерживать иначе она прям сама заныривает повороты тормозной диск соответственно стоит суппорт тут однопоршневой вот и соответственно смотрим отличия 48 лиды здесь уже у нас классическая подвеска передняя здесь она телескопическая телескоп здесь полноценный гидравлический отлично отрабатывает неровности то есть не то что там тупо просто пружина как у всяких диво здесь нормальная гидравлическая подвеска передняя работает очень мягко комфортно то есть едет однозначно приятнее также тормозной диск стоит и суппорт уже тут у нас двухцилиндровый тормоза соответственно тут поприятней они в общем получше работать на 20 тоже неплохо в принципе отлично хватает тоже может тормозить одним пальчиком ну там насчет видимо распределения усилия от двух от двух поршней вот это происходит вообще очень легко контролируемо очень приятный плюс здесь еще сразу же за тормоза заметили вот здесь такая надпись комби брейк то есть тут тормоза всегда работают в паре но не всегда когда тормозим задним тормозом то есть нельзя тормозить только задним тормозом если мы нажимаем заднюю ручку здесь идет усилие и сразу на эту ручку вытешевелится вот там прокин пополнительный тросик между левой и правой ручкой и когда нажимаем задний тормоз передний тоже срабатывает соответственно когда перед тормозим только передним тормозит только передний задний не трогать сейчас я так думаю вот я сейчас нажал задний тормоз заднее колесо вращается то есть передний тормоз чисто передний задний всегда тормозит задним и передним колесом одновременно вот такая чудо система ну тормоза тоже никаких вопросов не вызывает в этом плане все прекрасно отлично дальше по посадке посадка посадка то есть удобство как мы сидим на мопеде как едем в чем-то одна лучше в чем-то другая то есть я на них катаюсь попеременной даже даже мне трудно как-то определиться что же мне нравится больше сидушка очень такая здесь мягкая комфортная широкая такая то есть попки нравится здесь сидушка более такая тверденькая у нее вот эти уголки пожестче там они такие более скругленные здесь прям такие рубленные вот и в длительной поездке 20 км за раз проезжаю 20 туда 20 обратно когда на работу езжу на этой сидушке все-таки попки поприятнее будет здесь она устает больше на 48 леде посадка тут отличается немножко 48 руль стоит выше вот смотрите даже покажу сейчас ненамного но выше то есть грубо говоря сантиметров на 5 может у нее руль выше зеркала выше вот и если когда в потоке я едешь и у той фонда у 20 зеркала проходят под зеркалами автомобилей то здесь наоборот выше то есть зеркала легковушек проходят аккурат вот здесь когда там в притиручку едешь с машинами вот а у этой они какой еще здесь вот ну может просто они уже тут и как бы вообще вопрос не вызывает то есть на этой хонде на 20 по пробкам нырять удобнее она может конечно это дело привычки просто здесь зеркала так шире и кажется что ты такой прям широкий по факту они такие же но сидишь и тут удобнее вот ручечек повыше зеркала прям такие пошире сидишь ровно посмотришь вперед обзор прекрасный как вперед так и назад вот в этом плане нравится но сидушка жестковата если бы тут была сидушка как здесь это было вообще сказка по удобству ножного пространства вот на 48 леди мне тоже тут немножко не нравится вот этот дурацкий коврик во-первых он как во-первых он не на всю плоскость только здесь в ногах типа вот и он какой-то такой вот у него мало вот этих клипс которые вставляются получается они тупо по периметру вот здесь одна вот здесь где-то еще одна вот он не две ну в общем он елозит так вот и когда едешь у тебя тоже ноги тут елозит как-то неудобно вот ну я езжу ноги ставлю вот сюда все время такие типа ну не как не на стульчике сидишь а как типа на чопе выставляешь вперед сам садишься подальше чуть-чуть вот и в принципе удобно вот а здесь коврик такой на всю плоскость уже он уже так не елозит как-то тоже тут есть места отличные под ноги прям все доставишь ноги и очень удобно пилишь себе на расслабоне так давайте пройдемся по органам управления теперь тут все в принципе совпадает единственное отличие вот замок зажигания здесь он уже совмещен с открывашкой с открывашкой сидения также включение также блокировка руля и плюс есть вот такая штука которая блокирует сам замок дополнительно защита дополнительная функция по безопасности чтобы там никто не пытался даже лезть в замок нужен специальный ключик вот такой который открываем замок плюс под сидушкой у нас есть дополнительная еще защита это блокировка подножки такая то есть вот так поставили подножки уже мопед снять нельзя уже его не укатить не получится плюс если замкнут руль это вообще будет очень проблематично по органу управления здесь уже отсутствует выключатель света тут даже когда включаешь зажигание сразу загорается приборка всегда сейчас на свете просто не видно но она загорается ночью вообще отлично видно здесь все соответствует так же как и 20-й линии ничего они здесь не поменяли здесь еще вот есть выключатель света но говорят что уже на поздних 20-х лидах его уже не было от него тоже тут избавились меня еще есть давайте еще расскажу такой очень интересный момент это у нас качество пластика вот на вид конечно 48-я очень красивая все тут дизайнчик такой все клево красиво но при этом качество пластика удручающее мне например в этом плане 20-я лида гораздо больше понравилось здесь пластик такой более дубовый ну не дубовый ну во-первых да сам пластик по-моему другой здесь ABS по идее везде вернее вот эти вот крашеные детали это ABS вот и он потолще поплотнее вот тут если его тыкаешь он такой ну прям хороший такой он тоже конечно там дрычит немножко вот на фоне 48-й лида где она пластик вообще вот такой куда ни ткни она вся шевелится короче все вот это болтается короче причем это же она ну практически в идеальном состоянии тут никто я не бил ничего тут не колхозил все детали родные и при этом тут вот прям нажимаешь оно все такое шевелится все такое живое даже полики вот тут нажимаешь короче и они тут ногой тут поставишь куда-нибудь неудачно и такой слышишь хром хром там что-то хрустит шевелится короче вот тут руль тоже болтается как-то на кочках все тут дрынчит в общем блин что-то они пожалели в качестве пластика то есть очень видимо сэкономили не знаю на усилениях на ребрах на каких-то дополнительном крепеже по крепежу пластика вообще беда здесь стоят родные крепцы такие уродские вот они ну как-то вообще сделаны по-идиотски вот один раз их сняли поставили все они уже все кривые косые черта не держат вот я ходил уже покупал в автозапчастях похожие клипсы автомобильные ну я взял чисто по диаметру и длине такие же и уже поменял половину потому что родные клипсы это вообще беда там они какие-то очень нежненькие слабенькие хиленькие не знаю там еще они как-то работают там странно то есть там нету никакого не это ни винтика ничего там просто какая-то кнопочка нажимаешь ее она типа отщелкивается вот а вставляешь защелкивается ну в общем странная конструкция какая-то одноразовая видимо так и задумано что если ее снял то надо ставить новую вот а так-то видимо что это никто не делает соответственно ставят обратно эти же и они ни черта не держат все болтается вот такая ситуация с пластиком 20 хонди в этом плане все получше пластик весь практически прикручив все тут держится на болтах ну как-то так оно сделано все-таки поприятнее мне больше нравится вызывает больше доверия чем тот пластик там какой-то он весь такой жиденький скажем так вот такая ситуация по пластику давайте переходим к мотору теперь мотор я так понимаю здесь у нас на 48 лиде ну короче не буду говорить но мне кажется что уже это практически последний мотор двухтактный который выпускала хонда дальше уже пошли четырехтактные и инжекторные четырехтактные двухтактных мопедов уже больше не делалось соответственно здесь двигатель так называемая горизонталка на 20 лиде у нас вертикалка так ну собственно что это означает это то что тут цилиндр находится в горизонтальном положении так вот он идет вдоль мотора то у 20 лиде он стоит вертикально вверх ну не знаю какой лучше какой хуже непонятно на что это влияет тоже непонятно основной разница то что бардачок здесь плоский а там а там кривой вот соответственно ну мотор работает в принципе очень приятно он работает тише работает так как сказать эластичнее не знаю экономичнее однозначно то есть прям заметно то есть вот на 48 лиде я не замечаю что вот она прям прожорливая если 20 прям там реально там я начал за ней уже следить там записывать сколько у нее пробег считать там насколько километров хватает заправленного бензина то на 48 лиде заправился и забыл короче катаешься катаешься оно все у него бак все полный полный даже удивительно как-то такая ситуация то есть моторчик здесь уже по таким по эксплуатационным характеристикам однозначно лучше то есть он работает тише работает ровненько работает экономичнее вот он скажем так не такой резкий даже по заявленным характеристикам он более слабее чем на 20 лиде на 20 на одну лошадь мощнее двигатель там грубо говоря 6 6.8 а здесь 5.8 что-то такое плюс-минус там десятый лошадей уже не будем прикидывать не суть важна ну то есть динамика тут чуть-чуть пониже она со старта уже не рвет как 20 льда 20 прям такой со старта подхват прям такой резвый здесь плавненько там никуда не спеша кажется едет за счет еще того что она работает тише нет такого прям звука как у прямоточных двигателей то есть работает тихо не слышно вообще и кажется что она вообще никуда не едет ну по факту она прекрасно едет точно так же разгоняется до 50 резво я в крейсере еду 50 55 всегда моторчик при этом работает тихо вообще его не слышно вообще никак не напрягает тебя вот 20 леда в этом плане уже конечно более такая то есть она ведется как классический двухтактный мопед соответственно жужжит очень громко возможно за счет этого у нее и мощность побольше потому что за счет выхлопной системы там видимо 48 леда чуть-чуть задушена а 20 в этом плане сделана еще по всем канонам 90 годов когда никто об этом не заботился никакой экологии не парился никто главное чтобы была моща и скорость вот все там сделано в соответствии с этим духом времени а здесь уже начали там экология ля-топа-ля дымит коптит здесь уже чтобы она сделали чтобы она тихонько работала не коптила не дымила тут стоит ля-ля какой-то катализатор даже глушителя там на самом деле это не катализатор но тем не менее стоит там некий дожигатель который позволяет улучшить выхлоп то есть она уже практически не дымит не коптит работает тихо вот но при этом да есть такое ощущение что ты даешь ей газу а мопед прям как будто задушен то есть он такой ты ему раз за шетку и поехал вот а 20 в этом плане резвая ты только шетку накрутил сразу такой выхлоп звонкий и она понеслась вот это что у нас касается двигателя так ну и для сравнения давайте покажем как работает та и другая хонда заведем вот работает у нас сейчас 48 хонда выхлоп у нее практически сюда такой светленький чистенький работает тихо глухо то есть у меня нету таких высоких нот глушитель тут глушит а выхлоп очень сильно можно сказать он душит двигатель но и при этом двигатель работает абсолютно не звонко нету такого типичного двухтактного движения мотора на высоких оборотах сейчас зайдем вот как-то так он работает можем попробовать прокатиться сейчас одной рукой получится не получится ну вот слышу я думаю вот едешь и вот мотор работает так глухо довольно-таки при этом трансмиссия так сделана интересно у меня что можно вообще контролируемо ехать вообще с любой скоростью можно вообще потихоньку потихоньку протягивать ускоряется она так плавно контролируемо поддергивает объезжать всякие кочки без проблем в этом плане 48-ая ледах едет очень приятно плюс еще у нее рулежка такая ровная за счет телескопической вилки вот ее никуда не клонит ничего то есть рулящ очень абсолютно классическое поведение как на любом нормальном мопеде мотоцикле велосипеде там не знаю вот ну и работает двигатель очень так тихо глухо очень приятно кочек тут конечно много особо не разгонишься показать но вот так она работает в общем поездовым характеристикам мне 48-ая очень нравится то есть в плане поездок вот именно в салютах таких нормальных ежедневных это отличный мопед на холостых вообще он работает тихонько тихонько в шуме городского потока и вообще не слышно этот мопед всякие там грузовики работают очень громко на ее фоне там если поддержать какому-нибудь Камазу там или не знаю там грузовику любому то любой грузовик работает не знаю там в десятки раз ну не в десятки в несколько раз громче короче вот ну и давайте на 20-й прокатимся для сравнения запуск заводится и то и то и другое отличные мопеды с запуском никаких вопросов нету ни у того ни у другого мопеда ну на холостых слышите тоже очень тихо работает очень так тихо ровненько даже чуть подгазовываешь в принципе нормально все а вот когда уже начинаешь трогаться уже слышно что звук выхлопа такой резкий звонкий вот и когда рулишь она прям руль такой в общем он дает разные усилия вот поворот вот он раз сама туда начинает подруливать переваливаться то есть она такая у меня есть такая точка перегиба из центрального положения за счет такой вилки рычажной и рулить не сложнее то есть надо контролировать руль все время а вот при ускорении вообще вот так ревет вот такие ходовые испытания у нас получились для сравнения наличие лентяйки конечно большой плюс мопеда на центральную подножку не всегда удобно его затягивать хочу сюда тоже такую сделать что-то именно для 48 леды я не нашел подножку взял от 35 дио вот но что-то она особо не подходит нужно будет что-то придумывать колхозить или хрен ну или если подвернется уже родная куплю куплю именно для нее но пока что-то нигде не нахожу боковую лентяйку для 48 леды но они точно есть еще хочу затронуть тему ремонта пригодности в этом в этом плане мне кажется 20 леда все-таки выгоднее мопед вот с рио ремонтом вообще вопросов никаких нету как бы на нее так понимаю все есть детали все в принципе доступности без проблем меняется все там конструкция очень простая примитивная такая же как у дио причем вот тех времен это дио 18 дио 27 по конструктиву все то же самое абсолютно мотор практически идентичный вот все подходит все ну не все там многие детали там поршневая там вариаторы я так понимаю подходит торт драйвер подходит сам конечно ничего не менял там еще не трогал хз в поршневую заглядывал вариатор заглядывал там у меня все хорошо как бы особо еще менять что-то рано вот ну конструкция тут однозначно такая прям четко все понятно все логично что тоже соответствует духу 90-х в те времена вот именно делось все так просто и надежно вот 148 леды тут уже начинаются всякие заморочки вот конструкция уже более такая замороченная тут куча всякого крепежа там куча пластика вот все сложнее куча проводов всяких трубков там дополнительно всяких автоматических систем вот чего нету 20-й хонда но по большому счету в принципе я так понимаю тоже все ремонтируют все есть на них никаких вопросов с этим нету так что не знаю даже по болячкам тоже вроде ничего не слышал что той что другой все в принципе уже давно известно и изучено проверено 10 раз починено а то и сто раз с этим все нормально тоже ну в общем вот такое сравнение получилось у нас двух мопедов вот смотрите оценивайте задавайте вопросы если что я забыл рассказать то что вам было интересно по этим мопедом отвечу в комментариях все всем спасибо всем до встречи всем Продолжение следует...